Кадыров больше не считают Пригожина союзником. К такому выводу пришли аналитики Американского института изучения войны. Конфликт между главой ЧВК Вагнер и близким окружением главы Чечни происходит в публичном пространстве, а полем боя для них стали соцсети. Нападки чеченцев на личность Пригожина могут быть частью усилий Кремля по дискредитации и подрыву позиций Пригожина. По мере того, как его войска уходят с линии фронта. Атаки, в частности, произошли 1 июня. В день, когда Пригожин заявил, что Вагнер уйдет с передовой. И в день его дня рождения. Из официального отчета Американского института изучения войны. Причиной скандала стал комментарий Пригожина о боевиках подразделения Ахмат личной гордости Кадырова. Правда, ВСУ сумели изрядно подпортить репутацию кадыровцев. Глава ЧВК Вагнер заявил, что не знает, где находится и чем вообще занимается Ахмат на Донбассе. Ответ последовал незамедлительно. Первым высказался родственник Кадырова. Если тебе что-то непонятно, ты в любое время можешь связаться, обозначить место, время, и мы тебе объясним, что тебе непонятно. Это раз. Во-вторых, ты стал уже блогером, и на весь мир кричишь, орешь, что у нас только проблемы, и что нет боеприпасов и так далее и тому подобное. Делимханов заявил, что Ахмат выполняет все задачи, которые ставит перед подразделением Путин и никогда ни на что не жалуется. А вот Пригожин, по его словам, виноват в неудачах и больших потерях в Бахмуте. Раскритиковал Пригожина и еще один соратник Рамзана Кадырова. Даудов обвинил главу Вагнерацев в том, что тот создает панические настроения среди российского населения. А вот за такое одно заявление во Вторую мировую войну Великую Отечественную сразу поставили стенки. Ты об этом просто-напросто прекрасно понимаешь. И, честно говоря, скажу, мне даже непонятно, иногда бывает, чего ты добиваешься своими этими ежедневными заявлениями. По мнению аналитиков Института изучения войны, Кадыров не заинтересован в крахе российской военно-политической системы. Ведь он ее часть. Путин – это гарант несменяемости власти в Чечне и личного благополучия Кадырова. Именно поэтому он теперь дистанцируется от лидера Вагнерацев. Пригожин, в свою очередь, расшатывает тщательно выстроенную вертикаль путинского режима. Он публично призывает наказать руководство российского Минобороны за, цитирую, ошибки, повлекшие гибель личного состава и другие проблемы СВО. На самом деле, эта война – очень опасный эксперимент для самого режима Путина. Он никогда не шел на такой серьезный риск. Поэтому режим может существенно ослабнуть. И значительная часть элиты начнет думать о различных путях того, как выживать и двигаться дальше, в каких комбинациях. Тур Буквал – эксперт исследовательской организации по вопросам безопасности ВОСЛА в интервью «Голосу Америки». Политологи считают, что Пригожин и Кадыров фактически начали настоящую междоусобную войну, которая может завершиться не победой одного из них, а распадом России. Наталья Гусак, Владимир Штенгелов для телеканала «Фридом».